Ребята, всем доброе утро. Я сегодня страшненькая такая. Собираюсь вам показать, как я рисую свои стрелочки. Я использую только вот эти вот ингредиенты. Это тушь, подводка и карандаш для бровей. Я не знаю, будет вам видно или нет. Я кое-как тут так устроилась. Я крашусь зеркалом, так что смотрите. Максина какая-то. Это у меня каждое утро. Не знаю, видно вам, не видно. Вторая, это сложно, конечно, но чтобы нарисовать ровно. Продолжение следует... Вот это прикольная подводка. Представляете, вот эту подводку мне дочь купила в фикс-прайсе. Я думаю, ровненько получается. Карандаш для бровей. Карандаш для бровей. У меня такие волосы были на голове. Брови, блин, как у Брежнева. Все же красятся по-разному, да? Ну, я всю жизнь вот так прошу. Брови, кстати, красить недавно начала. Выщипывать и красить, кстати, недавно начала, представляете? Спасибо. 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 Что у меня есть, короче, тени. Уже старые-старые тени. Такая палеточка. Я использую ватные палочки. Беру белый цвет, вот этот вот. И немножко подвожу брови. Осветляю, как вы знаете. Прошу, не судите строго. Крашусь так, как крашусь я всегда. Спасибо. 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 Веки, когда нависшие, да, это вообще очень сложно как-то подобрать, ну, покрасить их, накраситься. Тем более стрелки делать. Вообще, ну, не рекомендую, да, с нависшими веками, а я не могу без стрелок. Я уже привыкла. Тушью я крашу очень жирно. У меня вот такая тушь. Вы знаете, ребята, мне эта тушь вообще досталась бесплатно. Она стоила 265 рублей, короче, в магните. А мне досталась вообще бесплатно. Я ее, короче, стащила. Ну, так получилось. Она у меня, я, короче, ну, в тележку же не положишь ее, она может вывалится в эти дырки, знаете, которые в тележке. Я ее положила в задний карман джинсов. И все, и так ушла домой, короче. А потом дома обнаружила, что у меня тушь. И вспомнила, что я вообще за нее не заплатила. Ну и ладно, не обеднеют. Они больше надуривают людей. Правда? Смея то, что я считаю. Смея то, что я считаю, 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 что Будем завтракать с вами. Да, овсяная каша с бананом. Вчера купила две связки бананов. Вообще подсела капитально на эти бананы. Блин, скоро обезьяны станут. Будут скакать по деревьям. Не, где еще видно. Лицом, вот я как посмотрю, да, как делают на моей веке вот эти. Куча всяких тональных кремов. Каких-то замазок, каких-то брызгалок на лицо. Тонны. Не знаю, от чего, но я вообще ничего этого не делаю. У меня кожа без одного угря. Это кожа лица. Без прыщей, без угрей. Потому что вот этой тонной косметики, да, которые девчонки наносят себе на лицо, они закрывают все эти поры, лицо не дышит. Потом скапливается вся эта ничисть под кожей, ну, под кожей прыщи, угри и всякая гадость. В том, соответственно, они начинают жаловаться. А почему у меня столько угрей на лице? Ну, как, почему? Если ты полтюбика тарнака на лицо с утра выдавливаешь, потом еще чем-то там замазываешь, каким-то консилером себе там тонну тоже. Или глаза, нос там, я не знаю. Потом это все еще чем-то брызгаешь. Знаете, вообще никогда ничего не вижу. Вообще неудобно. Не видно так ничего. Так что у меня всего лишь три ингредиента. Там тушь, подводка. Карандаш для бровей у меня появился относительно недавно. Вот это еще штучка. И еще я иногда пользуюсь блеском для губ. Блеск для губ. Вегеничка, кстати. У меня всю помаду от Java дочь. Помаду, всю косметику. У нее косметики больше, чем у меня, между прочим. У меня нихрена нет. Так, ну, сейчас докрашусь. Ну что, ну, вроде вот, высушила голову. Вот так. Сейчас буду завтракать. Чуть побольше штатив подняли. Сейчас я вас поставлю сюда. Бананы уберем. Ну, я думаю, как сказать. Я думаю, получится неплохо. Посмотрите. Получится, думаю, неплохо. Где моя едьба? Господи, доскать надо. Кашу. Может быть, кому-то и пригодится. Вот стрелки у меня. Видно, да? Я так крашу, короче. Наверное, в шоках. Кто как, я как. Надо опять кашу. У меня каша закончилась. Каша закончилась. Настя спит. Да, ну, все-таки зарядки почти. Посуду-потапа. Бананчик. И вот думаю, может быть, еще... Вот. Это вот... Может, еще перчика взять. Свет вот, может быть, его выключить? Может быть, он будет лучше? Я тоже так думаю. Что так лучше. Время знает сколько. Видно? Без 10-7 я уже жрать хочу. Это болезнь. С мужем купили, короче, новую точилку. Для ножей. Она на липучке крепится, короче, к столу. Вот так берешь, делаешь, и она такая прилепляется. Пок. И начинаешь точить нож. Прикольная такая штучка. Так, сейчас. Банан. Банан. Каши с бананом, это вообще оттаса. А как вы проводите свое доброе утро? Чай? Кофе? Кстати, сейчас уже малышка налил. Может быть, молоко? Может быть, каша? А кто-то, может быть, обедает, ну, завтракает вообще? Так, знаете? Дай бог. Я завтракаю. Так, знаете, что? Кузо. Если как завтрак сделаешь себе, такого-то будет день. Как позавтракаешь, такой будет твой день, да? Наверное, так. Я так считаю. На столе бардак развела, пока красилась. Причем, полный еще. Так, вас сюда поставлю поближе к свету. Так, молочка налила. Приятного аппетита и с добрым утром, вас, мои хорошие. С добрым утром. Кстати, я не знаю, какая у меня там была мурда лица, когда я красилась. Наверное, страшная, как моя жизнь. Ну и что? Как получается. Это, кстати, у меня пателлома. Она у меня с детства. Я даже до сих пор помню, представляете? Она у меня, когда начинала вылазить, маленькая еще была, я ее, короче, пробовала выдавить, представляете? Потом об этом пожалела, конечно. В итоге она у меня разрослась еще больше. Сейчас я ее вообще не трогаю. Я знаю, что есть лазерная какая-то фигня, которая удаляет вот эти штуки, но я боюсь, она около глаза находится. Мне как бы страшно. Она мне не мешает. Дочка просит проколоть ей уши. Я как-то давно хотела проколоть ей уши. Она не захотела. Я боюсь. Я говорю, Настя, это не больно. Пистолетиком тебе хоп, и сережка уже будет где-то в ушке. И все. Месяц у тебя все заживет. Испугалась тогда, не хотела. Сейчас просит меня. Не знаю, наверное, в октябре день не получу. Запишусь. Проколю мне уши. У меня, кстати, уши не проколоты. Не знаю почему. Короче, в детстве. У меня, наверное, было... Сейчас я скажу. Лет 11. 12. 13. Вот где-то такой возраст. Мы сидели с подругой. У нее дома. Подругу Оля зовут. У нее. Давай, говорит, туши проколю. Я говорю, ну давай. Игра как? Пошли к ней в ванну, короче. Взяли цыганские иглы. Вы знаете, да? Белые какие-то толстые нитки. И давай. Она, короче, себе как-то быстро. Раз, раз. А я мудохалась там. Мудохалась, короче. В итоге проколола. Сама себе. Ходила там что-то с ними неделю, короче. Они у меня начали гноиться. Ну, соответственно, да? Я обрабатывала, ну, уши, как бы, знаете. Эти вировки туда-сюда. Вот это было вообще неприятно. Ой. Я как вспомню. Понимаю, там сережка стоит. Ее раз так покрутил, да там что-то смазал. А тут эти нитки вот так вот туда. Ой, это поранее. Там же живая рана, боже. Я сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже бегают. В итоге я, короче, плюнула нахрен на эти нитки. Короче, вытащила их. Они у меня заросли. Боже, с тех пор я ничего себе не прокалывала. Вот так вот. Ну что, мои хорошие, с добрым вас утром. Удачного вам дня и хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok